Друзья, я вас приветствую. Сегодня факт по программированию номер 35. Я отвечаю на вопрос, который задаете вы в блоге или в нашем телеграм-канале или через комментарии на ютуб к видео. И на сегодня у нас три всего лишь вопроса, но они на самом деле не такие простые. Вернее, ответы на них не такие простые, как могут показаться на первый взгляд. Я напоминаю, что для того, чтобы получить уведомления о новых видео, которые выходят на канале, нужно подписаться, хотя вы, конечно, и сами про это все знаете. Ну и давайте перейдем к этому вопросу и, собственно говоря, начнем. Итак, вопрос номер 154, вернее он как предложение. Расскажите когда-нибудь, какой документации вы сопровождаете в своих приложениях. Друзья, здесь на самом деле все, с одной стороны, просто, с другой стороны, сложно. Смотря какое приложение, потому что они бывают разные, давайте предположим, что у нас есть просто сборка или наггет-пакет, если хотите, то есть еще и другие варианты, например, какой-нибудь API, который хостится где-то. Есть какое-то UI-приложение, это может быть как сайт, или, допустим, WinForm-приложение, или даже DPF-приложение. И есть какой-то фреймворк, где уже прям пачка вот этой всей хрени, так сказать, комплексный такой подход. И если говорить по порядку, то начнем мы со сборки или наггет-пакета, как его документирую я. Документирование кода, в первую очередь, это благодаря тому, что язык C-Shar является языком с набором метаданных, который внутри себя содержит, и написание какой-то там документации особо не требуется. Всего лишь правильно нужно документировать код, писать summary, писать это правильно, чтобы можно было разработчику, который будет использовать вашу сборку. Легко получить информацию о том, что за метод, что за свойство вызывается, что он делает, и для чего оно нужно. Дальше. Я делаю описание с примерами. И это может быть статья в блоге, или, допустим, на гитхабе какое-то описание. Ну, то есть, просто описание в коде одно, документирование кода, а какой-нибудь пример вызова. Ну, обычно статья в блоге, я думаю, что вы это в блоге моем видели. Дальше. Я иногда делаю ролики, конкретно посвященные сборке. Ну, обычно я так не делаю, хотя больше всего сборка... Ну, то есть, сборки тоже бывают разные, если с этой точки зрения подходить. Есть более сложные сборки, есть более простые. И для простых делать ролики не суразно, ну, в общем-то, время тратить на это. Потому что это, сами понимаете, достаточно серьезное и сложное занятие, на мой взгляд. Вот. Ну, хотя и видео бывает разное, да, можно быстренько тяп-ляп и видео готово, а можно... Ну, ладно, не важно, это уже, как говорил мой знакомый, лирика. Вот. Ну, в общем-то, вот сборка, она сама по себе, или Nougat пакет, она требует информации о том, чтобы ее применяли. Нужно понимать, что вы хотите донести до пользователей, до разработчиков, в данном случае конкретно по этому типу приложения. Если говорить про API, здесь уже немножко сложнее. Документирование кода, само собой, потому что здесь, так или иначе, современные, так называемые, Open API стандарты, например, Swagger, который поддерживает стандарты, они могут читать ваш документированный код и выводить на UI пользователя, тот, который разработчик, который будет видеть это описание на UI, ну, в частности, в Swagger, вот эти самые документированные коды, то есть summary, которые описаны там над каждым свойством, над каждым методом, это стандарт, ну, в данном случае уже, и если этого описания нет, то Swagger, естественно, ничего не прочитает, и будут голые вызовы методов, вернее, методы, которые могут просто не дать разработчику понимания того, чего они делают. Хотя правильно сформированные методы и правильно сформированные контроллеры, например, и они могут даже больше, чем само описание сказать, например, Person Add, или Person Delete, или Person Update. Но, опять же, есть стандарты, ими нужно пользоваться, это, в общем-то, удобно, под это заточены все возможные Swagger, ну, и другие вспомогательные инструменты, которые могут на основании этих стандартов читать код и показывать какую-то документацию. Также я делаю JSON-файл с запросами, ну, я использую Thunder Client, ну, еще есть Postman, Inso у меня, то есть я экспортирую список этих запросов и отдаю заказчику. Это тоже, на самом деле, удобно и не требует каких-то особых телодвижений по поводу написания. Да, писать документации сложно, мутно, и они обычно быстро устаревают, а JSON-файл, я только что его проверил, тестировал, изменения внес, попробовал, как работает, и тут же отдал его заказчику очень, как бы, легко и просто. Дальше, если говорить про UI, то UI тоже может быть разный, и самое простое, что можно сделать, опять же, в видеоролике по функциям. Не сделать, то есть не делать видеоролик один на все приложения, я обычно разбиваю на куски, то есть, допустим, логин, я показываю, что форма, логин, пароль, Enter, все, зашел. Или там удаление, там, допустим, товара. Нажимаю кнопку, захожу, открываю сайт, снимаю, то есть, включаю видео, захожу на сайт, выбираю товар, нажимаю кнопку удалить, смотрю, как это происходит. Ну, то есть, простые ролики, обычное дело, как более сложные, где там требуются какие-то соображательные действия по поводу того, чтобы не удалить что-нибудь ненужное, вот такие вот ролики делаю. Дальше я делаю встроенные видео, в смысле, в приложении подсказки, ну, это, как бы, в общем-то, принятая практика, еще, например, Windows, да, если вы смотрите меня на Windows, то точно знаете, что и значок в вопросе, как нажмите, нужно нажать и увидеть информацию по конкретной кнопке, например, да. Ну, и встроенные приложения подсказки, да, это требует некоторого дополнительного кода, обычно это еще сопровождается разными локализациями для того, чтобы могли разные пользователи разных стран читать на разных языках, это сложнее, это дороже, соответственно, по времени, например, и, ну, это работает, вот, то есть, когда вы делаете правильные подсказки, меньше работает в службе поддержки, скажем так. Ну, и еще, смотрите, обычно, когда делается какое-то приложение, к нему прилагается какое-то требование, и инструкция по применению, это все, что написано в требованиях, то есть, больше, чем мне прислал заказчик, я обычно редко допишу, ну, за особых исключениям, ну, или, так сказать, за отдельную плату, если хотите. Ну, плату по времени, конечно же, мы же все альтруисты. Вот, поэтому дополнительных каких-то инструкций, бордах, они, вся проблема всех вот этих вот инструкций, что они быстро устаревают, и это, как бы, ну, не есть губы. Что касается фреймворка, то это, будем считать, что это комплексный подход, и документирование кода здесь само собой. Дальше, естественно, какое-то описание с примерами, какая-то статья, какие-то, допустим, не знаю, гитхабы или там блоги, например. Обязательно видеоролики, которые описывают работу всего фреймворка, так более в высоком абстрактном уровне, или какие-то более приземленные вещи, то есть детализированный подход, каждый функционал. Здесь, опять же, может быть и свагер, здесь, опять же, может быть и встроенные приложения-подсказки, опять же, в зависимости от того, какой фреймворк, для какой платформы, или для каких платформ используется. Ну, и, собственно говоря, тут же можно и запросами. В общем, чем больше, тем лучше. Частным примером может быть служить, допустим, есть микросеррис-темплейт, это open-source лежит на гитхабе, и по нему куча видео и роликов, и описаний, и статей, и чего только нету, ну, лишь бы им было. То есть, с одной стороны, это все можно накопить последовательно, когда люди спросили, и ты сделал, с другой стороны, подготовить заранее. Но материал имеет место устаревать, и новые версии, ну, в общем, вы не перезапишите ролики по новым функциям, ну, накапливать это где-то нужно, в частности, вот, как вариант, на YouTube-канале. Ну, я думаю, что я ответил на этот вопрос. Давайте перейдем к следующему, звучит он следующим образом. Где лучше хранить тексты интерфейса, название кнопок, меню в ресурсах или в базе данных? Это тоже, на самом деле, очень хороший вопрос, и давайте на него тоже ответим, в общем, качественно, да. Давайте возьмем конкретную платформу, например, SP.NET, ну, пусть это будет MVC или RazorPage, на самом деле, тут уже не важно, технология практически одна, там разный роутинг, но принцип один и тот же. Итак, можно хранить в ресурсных файлах. Это уже заложено во фреймворк, и возможность использования ресурсных файлов говорит и дает возможность использовать разные языки, и это, на самом деле, удобно. Более того, все интерфейсы, все инструменты, все возможные дополнения по использованию этих ресурсов, они уже встроены как в инструментарии Visual Studio, так и в инструмент самого фреймворка. Очень все красиво, добротно, и вот у меня, например, блок есть на русском и английском языке, если интересно, посмотрите. И второй вариант, хранить это все в базе данных, то есть в SQL, в каком-нибудь SQL, неважно в каком, и тут все сводится к тому, насколько часто меняются ваши описания, насколько много информации вы хотите хранить. Надо понимать, это влияет, если вы используете ресурсный файл, на размер программы, понятно, если вы туда всю энциклопедию зафигачите, в это приложение, то будет оно громенным. С другой стороны, чтобы что-то поменять, вам нужно перекомпилить приложение, чтобы обновить, нужно будет снова публиковать его. В базе данных нет, зашел, изменил, нажал сохранить базу данных, там какой-нибудь апдейт или insert сделал, и у вас появилась новая информация. В общем, смотрите, тут все сугубо личная подборка должна быть, вот этих методов и способов хранения. Что-то можно хранить в базе данных, это то, что меняется часто, или что требует изменения, или то, что нужно изменить, не перекомпилируя приложение. Ну, например, кнопка сохранить, ну, я очень сомневаюсь, что вы в процессе работы всей жизни приложения, на протяжении, там, всех лет жизнедеятельности этого приложения, вам потребуется сохранить, поменять на, не знаю, а что еще может быть, кроме сохранить. В общем, такие штуки хранятся, естественно, в ресурсах, на английском, на русском языке обычно. Есть ли что-то, допустим, по бизнес-требованиям, по бизнес-процессам нужно хранить, то, конечно, в ресурсные файлы запихивать это смысла нет. Там, во-первых, объем информации больше, во-вторых, и изменять при наличии изменений каких-то процессов. Ну, смотрите, можно при изменении требований изменять сам процесс, менять ресурсные файлы, но бывает так, что требование меняется, и вам нужно всего лишь галочку кликнуть, а вот изменить уже ресурсные файлы без, допустим, перекомпиляции и перезапуска приложения, это уже сложнее. А отключив галочку и поменяв функционал, и сказать, что в базе нужно взять другой help, это гораздо проще. Ну, есть еще, я вам открою секрет, третий способ хранения информации, это hard-coded, но мы, естественно, про него не знаем ничего, и вообще, считайте, что я ничего не сказал. Ладно, теперь приходим к 156-му вопросу. На сайте есть размещенные статьи документации, как правильно образовать получение текстов из базы данных в зависимости от выбранного языка. Друзья, частным случаем такого применения, ну, например, мой блог. И я ничего не выдумывал, все, я не устою повторять эту фразу, все уже придумано за нас, нужно просто брать и пользоваться. Давайте, опять же, вернемся к примеру. Да, пример у нас будет на ASP.NET приложении, это будет AMVC или RazorPage, а я ли не играет. И есть уже все прямо на русском языке, четко и подробно написано, статья, ссылка, кстати, в описании, о глобализации ASP.NET Core. Все на самом деле настолько просто, ну, вернее, уже все, опять же, придумали за нас. Да, этот механизм не очень простой, но и, как вы понимаете, реализация его вручную тоже не очень проста. Надо сказать, что этот механизм реализован не только на ASP.NET Core, но и в AMVC, в DPF, потому что общие подобные принципы там работают. Так или иначе, но все равно это уже все за нас придумали, потому что люди бьются с этим уже очень давно. Итак, есть специальная статья на сайте Microsoft, она называется «Глобализация и локализация ASP.NET Core». И я выхвучу только некоторые моменты, потому что читать ее в эфире в прямом, это как бы, ну, даже в записи не очень солидно. Итак, есть специальные механизмы, давайте про них поподробнее. Ну, давайте вот так, смотрите, то есть все уже придумали за нас. У нас есть iString Localizer, который собой являет возможность читать из ресурсных файлов и на backend-стороне, и на UI-стороне. И это все реализовано таким простым способом, как вот написано, как показано здесь. Всего лишь читаете Message, который и работает по простому, эффективному, на мой взгляд, принципу. Если он находит в ресурсе какое-то совпадение с этой фразой, то он ее заменяет на тот язык, который установлен в самом приложении, то есть при старте. Если не находит, то выдает саму эту фразу, и это очень удобно. Также это работы и на уровне библиотек, на уровне сбора, то есть ассембли, так называемые. Вы можете в кучу собрать их с разных ресурсов, например, shared ресурсы, и комбинировать между собой их использование. В данном случае вот на примере показан именно такой способ. Дальше, если говорить глубже, есть эти штуки, которые позволяют, то есть как-то локализовать разные интерфейсы, контроллеры, разные, как сказать-то, сервисы, классы, да, то есть опускаете с нужным названием вот этот generic тип, например, в данном слайде написано info-контроллер, то это может быть контроллер, может быть сервис. Вы можете для конкретного сервиса сделать конкретный ресурс, и это будет работать. На UI тоже Microsoft постарался. Здесь есть iView-локалайзер, то есть вы также инжектите его на UI, и через локалайзер в скобках указываете, соответственно, это может быть кнопка, это может быть текст, это может быть какой-то, я не знаю, контрол, который на странице отрисовывается, то есть все тоже на самом деле очень просто, и отработает все из одного места, то есть вы создаете ресурсы, и она из них читает на UI или на backend, рояле не играет. Также это использовать можно и в модели валидации, да, то есть вы специальным образом указываете не просто error message, а подставляете туда этот message из ресурсов. В данном варианте здесь показывается error message, но я не захватил, к сожалению, то место, где подставляется ресурс, но на сайте вот в статье это все очень четко описано. Ну и перед тем, как запустить всю локализацию, мало того, что эти все ресурсы с локализациями нужно создать на русском, на английском языке, выбрать, какая для них дефолтная, это нужно все еще настроить. Опять же повторюсь, вы используете фреймворки, это все включено из коробки, и в данном вот, на данном картинке видно, что это подключается, устанавливается, support это калчис, который используют по умолчанию, в данном случае US и фр, ну фр это Франция, да, вы можете поставить свои, и система сама при старте определит, какие локализации она поддерживает и даст на вызов, например, вот калча EISMX, ну то есть испанский язык, она подставит из того из нужного файла, весь UI перерисует и на бэкэнд отправит нужные запросы с нужной калчей. Более того, эта вся штука умеет работать с браузером, если у вас есть список языков, которые вот здесь вот показаны, то первый на очереди язык будет читать с языком по умолчанию, это, собственно говоря, работает, можете зайти на мой сайт, поставить английский, у вас будет английская версия, поставите русский, будет русская. Более того, это все еще запоминается в cookies автоматически практически, автоматически, практически, да, вот, и уже все это работает из коробки, то есть не нужно изобретать велосипед. Более того, вы можете даже и этой штруктурой управлять, то есть помимо того, что можно через браузер поставить первый язык, вы можете также, как у меня, допустим, в блоге выпадашка есть русский, английский язык и фиксированно установить, что вы хотите английский язык по умолчанию, будете всегда приходить, это хранится в куклах, вы будете приходить не только на английскую страницу, не в зависимости от того, что у вас поставлен в браузере. Это, опять же, сделано все из коробки, не нужно изобретать велосипед. Ну и, собственно говоря, в UI, то есть на RAZER в страницах, которые, собственно говоря, используются в ISP.NET Core тоже, я уже как уже говорил, можно использовать iViewLocalizer, и в нем тоже, то есть прямо на этой статье написано, как использовать этот iViewLocalizer, сделать переключалку, то есть, грубо говоря, вот этот код, который сейчас перед вашими глазами скопировал, ставил на свою страницу, и у меня автоматически получилась переключалка, то есть появилась переключалка тех локализаций, которые установлены у меня по умолчанию в моем блоге. То есть, опять же, ни строчки кода не написал, все работает из коробки, можете убедиться. Вот, я надеюсь, что это видео было вам полезным, если так, поставьте лайк, пожалуйста. Я вам напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, подключайтесь туда, мы общаемся, мы задаем вопросы, его достаточно интересно бывает иногда. В общем, все, на этом все, пишите правильный код. Субтитры сделал DimaTorzok